В огромном Петербурге постоянно что-то происходит, и далеко не все интересные события попадают на основные ленты. Спорту в этом плане приходится сложнее всех. Спортивные порталы предпочитают только новости с турниров, чемпионатов или кубков, а повседневная деятельность атлетов постоянно проходит мимо зрителя. В рубрике «События спортивной столицы» мы будем рассказывать и о крупных соревнованиях, и о том, что остается за кадром. Сегодня мы находимся возле Сибура-арены. Здесь сегодня проходит вечер профессионального бокса. Я, конечно, понимаю, что вы привыкли видеть меня в качестве боксера, но сегодня с вашего позволения в ринг я выходить не буду, а выступлю в качестве корреспондента на боксерском вечере. Именно поэтому сегодня я без перчаток, зато в розовом гламурном пиджаке. Вчера боксеры уже прошли процедуру взвешивания, чтобы определить свою весовую категорию. А сегодня они готовы выйти в ринг и продемонстрировать свою силу зрителям. В главном поединке сегодняшнего вечера встретится действующий чемпион России среди профессионалов Алексей Мазур, он, кстати, из Петербурга, и венесуэлец Франклин Манзанилло. А сейчас я предлагаю заглянуть нам в раздевалку и посмотреть, как готовится к своему вбою Руслан Бихменов. Пойдемте подсмотрим. Что мне особо хочется отметить, так это внешний вид посетителей вечеров бокса. Люди здесь действительно все очень красивые, так что, девочки, если вам некуда выгулить красивое вечернее платье, welcome на вечер бокса. Здесь оно точно будет к месту. Мне так понравилась работа девочек в зеленых костюмчиках, что я подумала, а не сменит ли мне профессию? К нам присоединился мой коллега, корреспондент спорта день за днем Константин Осипов. Константин у нас разбирается очень хорошо в боксе. В отличие от меня, сейчас он научит меня всем азам этого вида спорта. А также он является ведущим проекта «Первая перчатка». Константин, как вам вообще сегодняшнее мероприятие? Ну, прекрасное мероприятие. Мы как раз находимся на экваторе. Самые главные бои впереди. Но уже можно сказать, даже вот вчера была церемония взвешивания, которая всегда так очень эмоционально настраивает. На лад борьбы, когда все выходят на церемонию взгляда, в дуэли взглядов. Это уже там становится понятно, что будут очень интересные поединки. Конечно, мы все в ожидании главного боя сегодняшней программы. Это, конечно же, Алексей Мазур, прекрасный боксер, мастер спорта международного класса, полюбитель, чемпион страны по профессионалам. Он петербуржец, его здесь любят, знают. Поэтому, конечно, ну и соперник у него сложный все-таки представитель. Да, представитель венесуэльской школы, не так давно уже боксировал в нашей стране, поэтому мы достаточно хорошо его знаем. Я думаю, это будет хороший бой. Красивые девушки в шикарных вечерних платьях – это, конечно, круто. Но моя самая любимая категория зрителей стоит за моей спиной. Там располагаются тренеры и бывшие спортсмены. За ними очень интересно наблюдать, потому что они постоянно подсказывают боксерам действия. Друзья, мы встретили победительницу одного из сегодняшних боев – Александру Ордену. Саш, ваши впечатления? Здравствуйте от сегодняшнего вечера бокса. Отличный вечер. Это мое первое выступление в Санкт-Петербурге. Очень была рада порадовать наших местных зрителей, любителей бокса своим выступлением. Они просто никогда не видели, только знают о результатах и все. Очень хотелось продемонстрировать, что такое женский бокс. Кто-то вообще из близких, из друзей пришел вас сегодня поддержать? По телевизору смотрят? Да. Ваши дальнейшие планы? Где планируете выявлять нас в ринге снова? Дальнейшие планы – работать, сделать, естественно, работу над ошибками. Потому что бой сложился не так, как мы планировали. Сделать правильные выводы, работать над ошибками и идти дальше за титульными боями. Вот такие потрясающие косички. Да. Где-то плетете, да? Да, специально, обязательно. Вообще круто, на самом деле. Актуальная информация для девочек и для таких же любителей фотографий, как я. На всех вечерах профессионального бокса и, собственно, сегодня работает фотограф. Вы можете подойти к нему, он сделает вам просто потрясающие кадры. Я проверила уже это на себе. А потом эти фотографии вы найдете в группе ВКонтакте Федерации Бокса. Новая аватарка вам точно обеспечена. Мы же помним, что я встала на тропу в единоборстве и начала заниматься боксом. Поэтому я крайне внимательно смотрю каждый оттенок, чтобы перенимать некоторые фишки для своих тренировок. Это замечательная книга, а вот замечательный человек, автор этой книги, это история бокса Санкт-Петербурга. Когда люди отдают всю свою жизнь, можно сказать, этому виду спорта, как бокс, а потом еще отражают историю. Здесь сказано о выдающихся боксерах, тренерах, суде, которые... Вот он сам не был... Он еще Московскую Олимпиаду судил. Судья международной категории, академик, доктор наук Николай Владимирович Лавилиус. Это тот человек, который душу, сердце вложил сейчас в возобновление на Санкт-Петербургского бокса. Это целая экстраклопедия. Мы гордимся нашими ветеранами бокса, неважно, в Санкт-Петербурге, в другом регионе. Самое главное, что они есть, дай бог им здоровья. И сегодня мы видим прекрасно замечательные поединки на этом ринге. И их присутствие, кстати, подчеркивает только статус этого мероприятия. Поэтому дай бог здоровья, Николай Владимирович. И вот это преимущество обязательно нужно создавать подрастающим поколению. Ну, я думаю, что получается у Санкт-Петербурга на десятку по десятибальной шкале. Ну что, друзья, вечер бокса в Санкт-Петербурге подошел к концу. Мы насладились потрясающей атмосферой Сибур-арены и красивыми боями. А вам мы советуем подписываться на наш канал «Спорт день за днем», ставить лайки, быть такими же красивыми и спортивными, как мы. И путешествовать с нами по площадкам и мероприятиям Санкт-Петербурга. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!